Пятый канал представляет Но ни один маг И в подметке мне не годится Я могу исполнить Любое ваше желание Вот вы Чего хотите? А что, если я хочу стать фотомоделью? Встанете Закройте глаза и скажите Я фотомодель Я фотомодель Это не магия Это наука Которую может овладеть каждый Вопрос в том На какие жертвы вы готовы пойти Ради этого Субтитры сделал DimaTorzok Нечего на меня так смотреть Чтобы быть востребованной Плюс-сайс моделью Я должна сохранять вес Я иду к своей мечте И никто меня при этом не остановит Что случилось? Что случилось? Что случилось? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ты мне жизнь сломала, ведьма Я не ведьма Я ученая И моя теория действительно работает Вы просто определитесь Чего вы действительно хотите Теперь я точно знаю Чего я хочу Умри я Умри я Умри я Умри я Умри я Умри я Умри. 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 Внешних повреждений на теле нет. Зато есть вот это. А что это? Может, украшение какое? Ну, такие украшения бывают обычно в научно-фантастических фильмах. Это гаджет какой-то. Что-то типа шлема виртуальной реальности. Ну, да. А это ошейник виртуальной реальности. И убили ее виртуально. Только зачем нас сюда вызвали? Так. Погибшая Бричкина Диана Алексеевна. Зарегистрирована в этом доме. Санитаря, забирайте тело. Ну, если прибор на шве погибший из научно-фантастического фильма, то ее дверь оформлена в стиле фантазии. Я могу исполнить любое ваше желание. Чего ты только в соцсетях не найдешь? Бричкин-то, походу, мошенница. А вот и нет. Бричкина нейроэкономист, бизнес-тренер. Преподавала в собственной бизнес-школе. Ну, я и говорю. Нейроэкономика изучает, как и почему тот или иной человек делает выбор. Это наука будущего. И я тебе докажу. Так. Бричкина жила одна, родственников у нее нет. Чопа со звоном созванивалась. Значит, она только с клиентами и с коллегами. Вчера с работы выехала в 23.00. Домой приехала через 50 минут. Выбери печенье. Нет, спасибо. Я не хочу. Я дома уже позавтракал. Игорек, в общем так, во дворе машины Бричкина нет. Я объявил ее в розыск. Да. Жаль следы, нельзя объявить в розыск. В квартире Бричкиной вырезано все так, что нет ни отпечатков пальцев, ни потушировых. Ну, кроме тех, что оставила сама Бричкина. Смерть Бричкиной наступила между 23 часами и полуночью. В легких погибшей следы Риксиона. Она в момент смерти была под наркозом? Тогда ее анестезиолога можно надавать под суд. Из-за Риксиона Бричкина потеряла сознание. Но газ продолжал поступать в организм и в результате полностью вытеснил кислород. И Бричкина умерла от асфиксии. Других повреждений нет. Только эти гематомы оставлены обручем. Она сама надела обруч или его надели насильно? Этого я не знаю. Как и того, что это вообще за обруч. Я по эмблеме нашел сайт производителя и выяснил, что это протазбелт. Высокотехнологичный заменитель медицинской маски. Так он же толком не закрывает ни рта, ни носа. А этого и не нужно. Прибор втягивает воздух. В это отверстие пропускает через систему фильтров. И уже чистым подает в область лица владельца, вытесняя воздух потенциально зараженный. А, основа фильтра гранулированная абсорбент. Прибор новый. В гранулах фильтра ни автомобильной гари, ни других прелестей мегаполиса. Зато полно рексиона. Полно это сколько? Точно не скажу. Прибор работал, пока не сел аккумулятор. Часть рексиона выветрилась, но фильтры были буквально пропитаны им. А что с надписью на двери погибшей? Надпись сделана помадой. На ней есть поджировые. Сможешь выделить ДНК? Нет. Почему? Не важно. По гормональному фону ясно, что поджировые больше жировые, чем пота. Женщина их оставившая страдала от ожирения. Оставлять негативные отзывы на сайте – это одно. Отзывы? Там Храпова желает Бричкиной смерти в особой извращенной форме. Да я читал их. Но если бы все, кто хамит сети, убивали. Храпова единственная студентка в бизнес-школе Бричкиной, которая с ожирением. А вот, кстати, она. Здравствуйте, Сила Петровна. Федеральная экспертная служба, капитан Шустров. Вам нужно будет проехать сами. Исчезни. 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 Вы задержаны по подозрению в убийстве гражданки Бричкиной. Исчезни. 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 У нас иммунитет на заговоры и наговоры. Ну а по приговорам мы и сами мастаки. Правильно, Игорюк? Это я убила Бричкину. В лифте своего дома найден мертвый бизнес-тренер Диана Бричкина. Она утверждала, что обладает уникальной методикой по исполнению желаний своих клиентов. Под подозрением одна из клиенток Бричкиной – Элла Храпова, которая страстно желала, чтобы Бричкина умерла. Как именно вы убили Бричкину? Как она и учила. Я материализовала свое желание. Так. Вы посещали курс нейроэкономика как инструмент формирования бизнес-стратегии. Как это связано с материализацией желаний? Бричкина говорила, что нейроэкономика творит чудеса. Поняв, как покупатель делает выбор, можно продать ему что угодно. Вещь, идею, человека. Бричкина продавала людей? Да. Например, чтобы продать меня модельному агентству, на воркшопе разработали мне личный бренд. Смелее помогайте, помогут и вам. Я думаю, ей нужно сбросить вес. Ага, и надеть каблуки повыше. И главное – улыбаться. Быть на позитиве. Первая мысль хорошая. Позитив. Буди позитив. Буди позитив. Они придумали все. Что мне говорить, как одеваться, что постить в соцсетях. Я так понимаю, что все получилось. Да. Я стала моделью плюс сайз. Но для этого пришлось еще набрать вес. Начались проблемы со здоровьем. Муж бросил. И вы решили убить Бричкину силой мысли. Бричкина говорила, что мысль материальна. Надо только этого захотеть. И когда я очень сильно захотела смерти Бричкиной, Бричкина умерла. Я же говорил, нейроэкономика – наука будущего. Это науку у всех адептов. Сдвиг по фазе вызывает. Так а может Храпова отомстила Бричкиной с помощью Орексиона, а теперь косят тупо под невменяемым? Увидавление о поиске по тегам пришло. В соцсетях появились ролики. На одном блогеру плохо становится во время стрима, а на втором девушка сознание теряет во время съемок селфью. Оба в протестбелтах. Так может Храпова и ни при чем дело в протестбелтах? Ты какой будешь? Черный или зеленый? Я буду кофе. Но потом. Сначала Рогозину доложусь. Блогер пришел в себя. Храпова не знает и никогда не видел. С любительницей селфи – то же самое. Да, незадача. В этих протестбелтах тоже, Орексион. Похоже, у нас массовое отравление. Протестбелт производит стартап инженера Вадима Протасова. Протасов? Он же вроде раньше тоже был учеником Бричкиной. Да, раньше Протасов работал в конторе, которая производила лучшие медицинские приборы, не требующие сертификации. Это как? А кому в голову придет требовать сертификации, 3D-массажера или открывателя ЧАК? Контора в итоге закрыли, но Протасов в том времени сам уволился. Основал собственную фирму под названием… Серьезно? Весьма самоуверенно, единорогами называют стартапы, достигшие капитализации в миллиард. Ты отвертку не видел? Тебе какую? Вот эту. Это что, все принадлежит Протасову? Ну тогда я готов поверить, что капитализация его стартапа достигнет миллиарда. Если стартап Протасова гносит миллиарды, то он сказочный скряга. Вместо того, чтобы снять шикарный особняк под офис в центре, он ютится здесь, в пару комнатушек. Ну да. А может быть, он здесь из-за местной столовки? Чувствуешь, пахнет щами. А может, мы сначала поведаем перед обыском, заодно и послушаем, что люди говорят? Угу. Это же окошко офиса Протасова. Ну, столовик без обеда. Я извиняюсь, вы в кого хотели попасть? Меня или в него? Я хотел изменить мир, спасти человечество от рез... Не надо резких движений. Респираторных заболеваний, болезней. Если реально не хотите заболеть, отдайте бутылку. Болезней, загрязняющих воздух. Но оказалось, что мои приборы никому не нужны. Их даже почти никто не покупал. Я боюсь, что после серии отравлений ваши приборы еще и многие сдадут. Ну, кто купил ранее. Так вот они, возвраты. Правильно говорила Бричкина. Без пиара ты лошара. Зато он теперь у меня пиар. Хватит побед. Вам уже лучше? Я изучил технологию создания протез-белтов. Рексион в фильтрах применяться не должен. Но на столе, на складе протасов были обнаружены следы рексиона и абсорбентов из фильтров. Выходит, протез-белты вскрывали и травили прямо там? Думаю, да. Я изучил все протез-белты, которые были изъяты из офиса и у покупателей. Всего было отравлено 30 обручей. Несколько из них пропали, видимо, на складе украли. Откуда так борщом пахнет? Из лаборатории, похоже. Спокойно. Еда для экспертизы. Орган аллептической? Почти. Подэрологической. Под офисом протасов расположена столовка. Запах распространяется по всему зданию. И как это связано с отравлением? У них в меню что, есть блюдо с рексионом? Нет. Меню у них вообще не особо разнообразное. Зато меняется каждый день. Ховариха тетя Маша по просьбе оперов приготовила для меня образцы блюд из всего меню. По сочетанию блюд, запах которой абсорбенты вскрытых фильтров впитали вместе с рексионом, можно уставить, когда произошло отравление. И было это в прошлую пятницу. Из-за низких продаж все сотрудники протасова отправлены на трехдневную рабочую неделю. Так что в пятницу офис должен был быть пуст. На входе в офис протасов стоит электронный замок. Игорек! Кость, я здесь! В общем так, по данным электронной системы один сотрудник в пятницу в офисе все-таки был и на складе тоже. Но камеры его не обнаружили и охрана не знает. А тут на всю форму зону два охранника и камера половина муляжи. А в офисе протасов вообще камеры нет. Я тоже только что проверил, что на склад и в офис пройти можно, минуя камеры. Я охрану. Интересно, кто тот сотрудник, который напакостил протасов и отравил его обруч? Вадим Никонорович Протасов. Да ладно. Прохладно. Пойдем. Я ни при чем. Я ночами не досыпал, пока Белл конструировал. Меня жена неделями не видела. Какой смысл мне гробить собственный бизнес? Зря вы от обеда отказались. Борь с тетей Машей просто космос. Покупатели протас-белтов получили отравление эрекционом разной степени тяжести, но умерла только Бричкина. Ну и какое отношение к этому имеет ваш Фрэнкенштейн? Как только нам попал отравленный, но не использованный протас-белт, мы сделали модель легких Бричкиной и вычислили, как быстро их заполняет эрекционом. Эрекциона из одного Белта было явно недостаточно, чтобы ее убить. Бричкину накачали газом где-то еще, а потом принесли в лифт. Белты были нужны, чтобы замаскировать ее смерть среди прочих отравлений. Убита бизнес-тренер Диана Бричкина. Под подозрение попадает ее ученик Вадим Протасов. Он изобрел очиститель воздуха протас-белт, который был на шее трупа Бричкиной. Фильтр протас-белта был пропитан эрекционом, газом для наркоза. От таких же приборов пострадало еще несколько человек. Мотив Протасова пока непонятен. Мой муж с этой бизнес-тренершей давно я так не смеялась. Я вам точно говорю, у них были чистые деловые отношения. Ничего личного там быть не могло. А почему вы так уверены? Я про Тасова знаю как облупленного. У него одна любовница. Работа. Кстати, в пятницу на работе он тоже не был. Это я тоже знаю. Может, знаете, где он был? В деревне был. Ремонтировал домик, доставшийся ему от бабушки. К продаже готовил. Он уже все наше имущество продал ради своих чертовых ошибок. Мошенников. Он бы и эту квартиру с молотка пустил. Но, к счастью, она мне от родителей досталась. Так, мы в общем изымаем для экспертизы все электронные устройства и все носители информации. Пожалуйста. У Протасова есть папка с материалами по курсу Бричкина и в папке несколько удаленных файлов, которые я восстановил. Этому мошеннику даже личный бренд не поможет. Мошенничество? Хорошая мысль. Для того, чтобы продать Протасова, нужен черный пиар. Сначала должны с каждого утюга вещать, что он мошенник. Сумасшедший ученый. Может быть, младенцев на завтрак ест. Потом мне и наболганный гений. Такой неоднозначный образ однозначно вызовет интерес. А что, если Протасов действует по плану Бричкиной? Подставляет себя, чтобы потом оправдать. А Бричкину он убил, чтобы не рассказал о плане? Тогда почему только ее? Или слушатели бизнес-школы из его группы тоже в опасности? Такой неоднозначный образ однозначно вызовет интерес. Да. Да, я помню этот воркшоп. Только я от плана Бричкиной отказался. И ушел из левой конторы, основал свой собственный стартап, чтобы работать честно, а не чтобы вот этот черный пиар мутить. Но если вы такой честный, то почему соврали жене, что поедете в деревню? Вас там не было, мы проверили. Но она мне всю плеш проела, что мы по уши в долгах, что нужно, наконец, продать домик в деревне. А в пятницу как раз очень важный ковен стартаперов проходил. И чтобы попасть туда, вы собрали? Чуть-чуть. Я еще телефон отключил, чтобы она меня не испалила. Но мы обычно с ней по видеосвязи общались. Все уже спят. Алиби Протасова не проверить. Не все. Сервер службы охраны бизнес-центра не спит. Судя по видео, Протасов реально был на ковенче стартаперов. Причем целый день. Он бы не успел приехать в свой офис и отравить кучу обручей. Может, он нанял кого-то? И отдал тому свою ключ-карту? Моя ключ-карта весь день была дома. Я специально ее там оставил, чтобы у жены и в мыслях не было, что я поеду на работу. Кто-то мог взять эту карту? Нет. Она лежала на видном месте. Карина бы заметила. Судя по геолокации телефона, жена Протасова целый день была дома. Может, это она отравила белки, чтобы помочь мужу? Протасова-то не очень вдохновлена работой мужа. Это мягко говоря. Вряд ли бы она стала рисковать своей свободой ради ее работы. Протасов мог манипулировать женой. И именно для этого в конечном итоге использует нейроэкономику. Не веришь? Смотри. Лабораторные испытания. Этап первый. Цель. Понять, как объект делает выбор. Основным мотиватором объекта при выборе в тестируемых условиях является чувство протеста и, как результат, отказ от выбора. План дальнейших исследований. Этап номер два. Прогноз. Объекту будет предложено выбрать между двумя видами чая. Я ожидаю, что он не выберет ни один из них. Этап номер три. Манипуляция. Цель этапа заставить объект воспользоваться мультитулом. Хотя он менее удобен, чем отвертка. Если ты опять будешь ставить надо мной свои эксперименты... Я только хотел показать, что он... Преступник был в офисе с двенадцати до трех, а по данным фитнес-браслета Карины Протасовой, с одиннадцати до четырех она спала. Причем медленный сон он значительно преобладал над быстрым. Такое возможно только под действием снотворного. Перед сном у Протасовой была кардиотренировка. Часто у нее были такие тренировки? Последний месяц регулярно. Интересно, а где в это время был и мобильный телефон? Сначала во время тренировок телефон Протасовой светился в отеле на час. Потом дома. И каждый раз телефон ее мужа был в другом месте. Придется покопаться в грязном белье Протасовых. На вашем нижнем белье следы крема для профилактики половых инфекций. Мой крем к делу не относится. Крем нет. А вот тренажер для кардиотренировок еще как относится. Мы предполагаем, что ваш любовник усыпил вас, украл ключ-карту от офиса и складов вашего мужа, отравил белты, а потом вернул ключ-карту на место. Допустим, пока мой муж спасал мир, у меня появился мужчина, который спасал меня от одиночества. В пятницу после секса с ним я и правда уснула. Я ведь не стану соучастницей? Вы рассказываете мне все без купюр. Называйте все имена. А мы подумаем, как квалифицировать ваши действия или бездействия. Его зовут Леша Ежов. Он тоже стартапер, но нормальный. Не болтает сутками о своих изобретениях и спасении мира. Вы ведь раньше встречались в отеле? Почему вдруг решили устраивать свидание у себя дома? Это же рискованно. Леша хотел взять меня на нашем супружеском ложе. Его это заводит. У них с Протасовым были терки. Галина Николаевна, я составил досье на Ежова. Он тоже был учеником Бричкиной. Ежов и Протасов тусовались на одних форумах стартаперов. А в чем причина их комплекта? Ежов дико завидовал Протасову с его протаспелтами. Сам он занимался псевдонаучным прибором для лечения импотенции с помощью вибраций. Лажа полная. В общем, Ежов поливал Протасову грязью и называл мошенником. Ежова надо задержать. Его телефон не отвечает. Сам Ежов неизвестно где. Опера поехали в его съемную квартиру. Я выслал туда хозяйку. Хорошо, спасибо. Товарищ майор. Обратите внимание, в вентиляционном люке съемной квартиры обнаружены денежные средства и мобильный телефон. В размере четырехста тысяч рублей. На деньгах из тайника Ежова частицы кожи с перчаток. Все? Да. В телефоне левая симка, с которой регулярно выходили в сеть. В памяти телефона есть договор аренды гаража, заключенный через интернет. Паспортные данные в договоре левые, а скан паспорта арендатора нарисован в графическом редакторе. Я так понимаю, это машина Бричкина. А может, Ежов тут под чужим именем решил автомойку открыть? Ну да, или пункт распространения протос-белтов. Вот это уже не смешно, Игорек. Труп Ежова. Твою ж дивизию. Смотри, в сумке найдены ваши Небричкины микрочастицы металла под баллон с рексионом. А в салоне следы рексиона в высокой концентрации. Бричкину отравили в машине. Знаешь, что интересно? Абсорбент белта из салона не был пропитан рексионом. Он втягивал воздух с рексионом и чистым поставлял в область лица владельца. Он что, реально защищает? На поверхности белта следы Ежова. Я думаю, дело было так. Ежов под каким-то предлогом сел в машину Бричкиной с сумкой в руках и чистым белтом на шее. Отвлек ее разговором открыл вентиль баллона в сумке. В машине могли остаться следы Ежова, поэтому он отвез Бричкину к ней домой, положил в лифт, нацепил на нее отравленный протез-белт. Типа она включила его, чтобы не нахватать вирусов в лифте. А потом отогнал машину Бричкиной в гараж и хотел смыть слегу. А потом что? Случайно перевернул стеллаж и аккумулятор размозжил ему голову? Ты сам в такие совпадения веришь? И потом? Какой мотив у Ежова? Ну да, что-то тут не клеится. Причина смерти Ежова удар тяжелым тупым предметом. Аккумулятор тяжелый предмет? Да, но убили Ежова молотком, а позже пытались замаскировать удар падением аккумулятора. На дверце поджировые следы отца Бричкиной. А как такое может быть? ее отец умер десять лет назад, а машине всего три года. Ну слушай, ну значит не мертв. Так, в поджировых следах присутствует продукт распада лекарства для химиотерапии. Нужно проверить все контакты Бричкина и отобрать среди них тех, кто лечится от рака. Федеральная экспертная служба. Майор Лисицын. Капитан Суслов оттуда же. профессор Шарков к сожалению отсюда признаюсь все бы отдал чтобы отсюда выйти. Но с моим диагнозом. А можно поинтересоваться кем вам приходится Диана Бричкина? До последнего времени я преподавал экономику и мне мне приходилось консультироваться с Бричкиной ну по рабочим вопросам. По телефону и так лично. А можем мы взять у вас образцы ДНК? Зачем позвольте узнать? Мы расследуем убийство Дианы Бричкиной. Это моя дочь внебрачная. А кто-нибудь еще знает об этом? Нет-нет Мать Диана давно умерла у нас не вышла не совсем красивая история. Насколько я знаю она она не говорила дочери кто ее настоящий отец. И вы тоже ей не сказали? Когда я заболел я отыскал ее. Мы стали общаться. Она она очень уважала меня как специалиста. Но я я струсил. Я каждый день говорил завтра 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 и вот опоздал. На телефоне Шарковой есть программа слежения которое сливалось сведения в облако. Сможешь вычислить владельцев? Нет. Место на облако предоставлено бесплатно в рамках рекламной акции. Заходили туда с левого телефона оформленного на умершего пенса. Этот телефон регулярно встретился в районе Дубинской улицы в Москве. А еще с этого телефона регулярно заходили в другое облако. Куда скидывали координаты с GPS трекера. Маршрут трекера совпадает с маршрутом телефона Бричкиной когда она ездила на машине. Трекер стоял в ее автомобиле. У Шаркова племянник есть Игнат Гладин и он живет как раз на Дубинской 6. У племянника есть мотив трвануть Бричкину. Шикарная профессорская квартира Шаркова в центре Москвы. Не мотив а мотивище я бы сказал. Опять что ли свет в коридоре вырубала? Кто? Доставка. Какая доставка я ничего не заказывал? Гладин и Энн? Ну допустим. Дубинская 6. Квартира 13. Да. Федеральная экспертная служба майор Лисицын вот удостоверение вот постановление на обыск в вашей квартире. Вы задержаны. Подождите какой обыск? Только что о доставке говорили. Бесплатная доставка в камеру предварительного заключения входит в услугу задержания. Покажите руки. На руках и в дыхательных путях микрожоги от кислоты. Предположительно из аккумулятора. Позвольте. Результат будет через минуту. На деньгах из тайника Ежова частицы кожи с перчаток Гладина. Плюс волосы Ежова найдены в коробочке в квартире Гладина. Схема понятна. Вы дали Ежову деньги на развитие стартапа. Обещали гораздо больше, когда умрет ваш дядя Шарков. И что? Когда прибор Ежова начнет приносить дивиденды Игнат Николаевич, ну вы же биолог по образованию не могли не понимать, что прибор Ежова это фикция. И дивиденды от вашего вложения вы рассчитывали получить совсем другие. Я вас не понимаю. Понимаете. Вы сообщили Ежову, что у Шаркова обнаружилась дочь Бричкина. И что деньги вам теперь не светят. Вы думаете, это я убил Бричкину? Хотели убить. А подставить в этом собирались Ежова. Волосы его приготовили. Но Ежов, как говорится, проявил инициативу. Он реально убил Бричкину. Вы об этом не знали. Но вы следили за машиной Бричкиной при помощи трекера. Когда Бричкина поехала в заброшенный гараж на окраине города, вы решили проверить, что она там делает. вы нашли в гараже пустую машину Бричкиной, средства для дезинфекции и сразу все поняли. Но для вас так было даже лучше. Вы убили Ежова и забрали из машины свой трекер. Когда вы били аккумулятором по голове Ежова, рукава на вашей коротке задрались и капли кислоты попали на куру рук. У меня была мечта. Квартира. А тут это Бричкина влезла. Вадя, Вадечка, ну прости. Уходи. Ах так? Это вообще-то моя квартира. Так что два часа тебе на сборы. Сам вали. Хотя куда тебе валить? Ты же ноль без палочки. Денег у тебя нет. Приборы твои нафиг никому не нужны. И кстати, хотя твой персональный прибор тоже вряд ли кого-то заинтересует. хозяево, у вас дверь не заперта. Есть, Клодума? Добрый день. Не видите, я занят. Ян Мюнк, вот. Распущитесь, пожалуйста. Спасибо. Это вам. Возвращаем. После обыска у вас изъяли единорога. Он не имеет отношения к делу. Но решил лично вам его вернуть. Да, и кстати, после того, как было доказано, что ваш протозбелт защитил Ежова от отравления, в машине, заполненной рексиноном, этим прибором заинтересовались в МВД и МЧС. Говорят, изобретатель гений. Ну, в общем, я дал им номер вашего телефона. Всего доброго, удачи. Субтитры создавал DimaTorzok И так, ребята, давайте подведем итоги. Сегодня мы с вами говорили о безопасности. Безопасность в школе. Ксения Андреевна, Кипятков опять пуляется. Опять Кипятков? Ну, ты знаешь, с родителями в школу. Дай сюда. Ябеда. Вообще-то, Георгий Кузьмич только что сказал, что надо сообщать взрослым, если кто-то себя плохо ведет. Ябедничать, западло. Откуда ты слова-то такие знаешь? Нет, ребят, на самом деле, если рассказываешь правду, то ябедничать – это хорошо. Вот раньше что слово «ябеда» значило? Не знаете? Ябеда – это клевета. Ну, когда врут про человека. И это его настоящее определение этого слова. А почему сейчас не так? Ну, исторически исказилось значение. Почему-то, когда о преступлениях или проступках рассказывают, плохо считается. Вот скажите мне, донос – это плохо? Плохо. Ну, а если этот донос о серьезном преступлении? Если он сотни жизней спасет, разве плохо? Хорошо. Вот. Или вот, допустим, подходит к вам на улице незнакомый дядька. Ну, куда-то зовет, там, что-то предлагает. Вот что нужно сделать? Старшим рассказать. Правильно. Взрослые разберутся. Если он что-то плохое замышлял, накажут его. Получается, что ябедничать – это хорошо. А мой папа говорил, что ябедом темным делают. Ну, вот я, можно сказать, ябедой работаю. О всяких преступниках и хулиганах, куда полагается, сообщаю. КОНЕЦ 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 Кость, тело обнаружили около 11 утра. Это, кстати, местный участковый. Знаю. О, майор Стекалов. А температуру измерил? А что толку мерить? Ночью морозяка была нешуточная. Что мы намерим? Ладно. Товарищ майор. Товарищ майор. Майор Лисицын слушает. А-а-а. Ну, ясно. Все. Благодарю. Спасибо. Игорь? Звонили из отдела. Сказали, что при майоре мог быть пистолет. Может, убили его из-за ствола? В ночной сводке по Гатынску перестрелка значится. В том же районе, кстати. Два километра от сквера. Под утро. А кто с кем стрелялся? ОМОН против гражданина Харитонова. Он же вор-рецидивист Хобот. А что не поделили? Пока непонятно. Хобот у себя в доме забаррикадировался и за ружья стрелял. Ребята технично отработали, подранили и обезвредили. Ну, ружье не пистолет, но проверить нужно. Стрелять по словам соседей начали в шесть часов утра. А через полчаса приехал наряд. Кого же он стрелял-то этот? В шесть утра. Может, частей гонял? Говорят, он сильно пьяный был. Словил делирий. Ну, не знаю, не знаю. Пуля-то от пистолета Макарова. ОМОНовцы стреляли из автоматов и винтовки. Пистолетные пули прогнали по базам. По дому Хобота стреляли из стабельного пистолета майора Тикалова. Получается, в шесть утра Тикалов был у дома Хобота, отстрелялся, пошел в сквер и там его убили. А по вскрытию еще неизвестно? Пока оттаивает, но связь между перестрелкой и убийством очевидная. Объединяем дела. Богдан Савич, Тикалов многие годы работал под прямым вашим руководством. Может, вы знаете, как он был связан с Харитоновым, ну, Хоботом? Ну, как связано, как полагается. Давил Жора Хобота и прочему подобную шваль уголовную, как клопов поганых. Законными методами, само собой. Точно законными? Палку нигде не перегибали? Ребят, я же не сразу участковыми руководил. Сам сколько лет на земле оттоптал. Побольше бы таких парней, как Жора, по-другому бы люди зажили. Хороший мужик был. Офицер хороший. Умный, хваткий, жесткий. Слова плохого про него не скажу. Тикалов Георгий Кузьмич, 75-го года. У участковых уже семь лет ходил. Разведен, детей нет. Мать в деревне живет. Он ей, кстати, каждый месяц переводы слал. И правда хороший человек был. Жалко. Артем, ну что у тебя? Смерть наступила от острой кровопотери. Причина – проникающее ранение в печень. Один точный удар. Нож? Если и нож, то необычный. Может сапожный, но скорее что-то вроде стамески или заточенный шабер плоский. Я так понимаю, что с установлением времени смерти у нас проблемы? Ну почему? Так, легкие трудности. Я стадии замерзания тела с графиком ночных температур сопоставил. Около часа ночи он умер. Слюс-минус. Это точно? По некоторым нашим прикидкам Тикалов в 6 утра еще стрелять мог. На приличном расстоянии от места смерти. Майор полиции Георгий Тикалов получил смертельное ранение в печень. Табельный пистолет Тикалова исчез. В ночь убийства в том же районе Гатымска произошла перестрелка. Рецидивист Хобот открыл стрельбу, забаррикадировавшись в доме. Выясняется, что дом Хобота обстрелян из пистолета Тикалова в 6 утра. Согласно заключению судмедэксперта, в это время Тикалов был уже мертв. Ну, убили его точно там в сквере, судя по количеству крови. И Артем все четко рассчитал. И я перепроверил. Вряд ли Тикалов воскрес, сбегал в Хобота пострелять, вернулся и обратно умер. Понятное дело. Видимо, убийца Тикалова пистолет спер. И тогда он и стрелял. Игорь! Пошел. Ага. Значит, если гильзы тут, то стоял он где-то здесь. Значит, стоял здесь и стрелял вот отсюда. И стоял, покуривал, гаденыш. А? На окурке слюна какого-то недоросля. Назаренко Е.Ф. Так, Назаренко Е.Ф. Он же пинцет. Смешная кликуха. Состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Мелкое хулиганство, мелкие кражи. Невозможный убийца сотрудника полиции. Вот странные люди, конечно. Ребенок где-то ночью шатается, а они даже не чешутся. А с виду вроде повинечные люди. Ага. Так он мне говорит, где накладывай на выписку? Вот где. А ты ему… Крепки не поймите? Вы уж нас извините, чтобы мы вас напугали. Не хотели за вами полночи гоняться. Ну, кто бы сомневался. Отпирается этот пинцет. Никого он не резал, ни в кого не стрелял. Ну, так может и не врет. Следов на нем нет. Ни крови, ни пороховых газов. А как же окурок? Я думаю, пинцет был не один. Есть у него два постоянных подельника. Полюбуйся, господа Чуня и Тевтель. На ваших руках, Олег Константинович, следы пороховых газов совпадают с боеприпасами убитого участкового. Ну, взяли мы ствол. Я его в подвале спрятал. Ну, расскажите, как взяли? Часа четыре утра было. Сейчас, пацаны, вы только погодите, я… У меня что-то клапан жмем, окей? Валяй. Пацаны! Идите сюда! А? Мент. Мертвый. А какая сеть? У него волына. Так, все, уволим отсюда. Ну, мы его не трогали. Он уже был готовый. Мы часа два полазили. Думали, кто-то нарвется. Потом Тевтель предложил хобот шугануть. А чем вам хобот насолил? Да он как откинулся, начал пальцы гнуть. Типа авторитет такой весь блатной. А мы типа шпанай должны ему отстегивать. Щучело. Ну, насколько мне известно, технически Харитонов действительно считается авторитетным вором в иерархии. Да нам его понять вообще до аптеки. Мы не ауешники какие-нибудь. Всяких там ослов в синей лапах уважать не обязаны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошо. Допустим, по части стрельбы я вам верю. Но ведь Тикалова вы знали, так? Ну, допустим. Точно знали. Он даже ловил вас. Почему я должна вам верить, что это не вы его заточкой пырнули? В общем, я оправдывался должен. Может, даже доказательств никаких нет, что это мы его убили. Нет, врать не буду. Но есть несостыковки. Из дома хобота шесть пуль достали, а в пистолете было восемь патронов. Вы еще кого-то шугать ходили той ночью? Нет. Честно, нет. Может, просто промазал. Ну, может, и правда промахнулся. Две пули в небо ушли. Чудни же. Стрелкова подготовку не проходил. Я надеюсь. Или он врет. Это же трудные подростки. Честность не то, чем они могут гордиться. Так не было же ночью больше стрельбы. Или была? Ты что-то новое нашел? По стрельбе нет. Но есть еще одно ножевое. С очень похожими характеристиками раны. Лев Фейгин в такси ночью отработал. К дому подъехал. Там и нашли. Фейгин, значит, со свидетелем по делу, который вел Текалов. Что за дело? Фейгин дал показания, что на его глазах гражданин Снежко нанес побои 11-летней школьнице Диане Жигинян. Если этот Виктор Васильевич такой необузданный, что избивает детей на улице, то мог и полицейского со свидетелем не пожалеть. Пап. Алис, ты можешь пока в комнате посидеть? Надеюсь, этот фарс скоро закончится. Я есть хочу. Господа жандармы, могу я дочке йогурт из холодильника достать? Надеюсь, вы уже обыскали холодильник? Большое спасибо. Вам не надоела эта пантомима? Что вы вообще тут пытались найти? Я так полагаю, вот это? Итак, гражданин Снежко, улики-то не в вашу пользу, на костюме ваши путажеровые следы, то есть костюмчик-то ваш. Я не отрицаю, что мой. А еще на вашем костюме и вашей стамеске следы крови майора Тикалова и гражданина Фейкина. Может быть не будем корчить из себя дурака? М? Я вашим грязным играм подыгрывать не намерен. Я никого не убивал и точка. Да и зачем вам мои показания? Подделали улики, подделаете протокол допроса. Гражданин Снежко, держите себя в руках. Вы же все-таки юрист. И прекрасно знаете, что оскорбление сотрудника при исполнении – это уголовная статья. Собирайтесь, поедите с нами в ФС. Я никуда не поеду. Мне дочку не с кем оставить. Пускай и дочка собирается. У нас могут к ней возникнуть вопросы. Интересно, что Снежко не поделил с 11-летней девочкой, что аж до драки дошло? Дочка Снежко учится с этой девочкой в одном классе? Какие-то школьные разборки видела? У школьного психолога записано, что недавно между Алисой Снежко и… Алисой Снежко и Дианой Шагинян был конфликт. Ну, немного подробностей есть. Сейчас. Так, написано, что Алиса немотивирована напала, ругалась не хорошими словами, очень грубо и цинично себя вела и сбила Диану. Да-да, ту самую Диану, которую потом Снежко избил. Да, так все и было. Мой ребенок не врет. И свидетель есть. Надя Ожегова из нашего класса подтвердила. Да, неприятная ситуация. Так, если бы это единичный случай был. Алиса к Дианочке все время цеплялась. Задирала, унижала ее. Но побои – это уже за гранью. Я этого стерпеть не могла. А администрация школы отреагировала как-то? Ну, слава богу, с пониманием отнеслись. Я вообще поставила вопрос об отчислении. Не место таким с нормальными детьми. Они потом еще этого папашу вызвали. Так он, знаете, потом сколько наговорил. Послушайте, как вас там? Вы бы на себя бы взглянули. Вы сама отвратительное быдло воинствующее. Так еще под стать себе ребенка воспитали. Вы бы меньше внимания самолюбию уделяли. У вас не дочь, а звереныш умственно отсталый. Так после этого еще ребенка избил отморозок. И угрожал еще раз избить, если она правду будет говорить. А нам вообще нелегко сейчас. Случилось что-то? Ну, вообще, муж погиб четыре года назад. Вот и приходится самой со всем справляться. Еще эта семейка. А кто нас защитит? Никому мы не нужны. А полиция? У вас же приняли заявление? Ну, еще бы они не приняли. Я же сразу побои сняла. И еще таксист какой-то видел. Тоже дал показания. И Диана, и Алиса отличницы. Наверняка у них соперничество постоянное. На этой почве и враждуют. Кстати, Алиса ведь могла отцу все по-своему рассказать в свою пользу. Так что понять Снежко можно, хоть и не оправдать. Отцовский инстинкт. Угроза ребенку. Тоже ведь вдовец. Ну да. Сорвался на Диане. Потом дело завели. Две новые угрозы. Свидетели участковые, которые дело ведет. И Снежко эти угрозы устранил. ФЭС расследует убийство майора полиции Георгия Тикалова. При схожих обстоятельствах убит таксист Лев Фейгин. Фейгин выступал свидетелем по делу, которое вел Тикалов. По показаниям Фейгина, преподаватель колледжа Виктор Снежко избил четвероклассницу Диану Шагинян. У Снежко находят орудие убийства Тикалова и Фейгина и окровавленную одежду. Избитая Диана учится в одном классе с дочерью Снежко, Алисой. Сейчас мы проведем тест для выявления признаков и причин стресса. Девочки, я буду задавать вопрос, а вы ставьте номер вопроса и ответ. Запомнили? Ну, какие результаты? У Алисы по стрессу все ровно, а вот Диана тест провалила. В каком смысле провалила? Как его вообще можно провалить? Там же только цифры и да или нет. Насколько я понял, Диана, ну, мягко говоря, не самый сообразительный ребенок. Как такое может быть? Она же отличница. Именно. И я решил посмотреть последние письменные работы Дианы. Вот. Полюбуйтесь. Да, что-то для четвертого класса слабовато. В словах три толстяка сделать четыре ошибки – это надо постараться. А вот это вообще слово на каком языке? Дальше посмотрите. Да, а вот сочинение гораздо лучше. Только вот почерк взрослый. Часть работ за Диану писала учительница. Пащенко, КА. Классуха. Интересно, получается, трудные подростки у нас правду сказали, а заслуженная учительница врет? Может, она еще что-нибудь нам врет? Запросто. У Алисы в медкарте записи есть. Леха с трясением мозга зафиксирована вечером в тот день, когда девчонки подрались. Странно как-то. Использован именно на тот момент, где на видео должна быть драка. Как специально. Сегодня дежурит тот же охранник, что и тогда – Устинов. Он говорит типа того, что напряжение скачет и мыши проводку грызут. Да я тебе говорю, Ваня, это саботаж. Саботаж! Кто бы видео не испортил, Фесса обмануть у него ума маловато. Восстановил? А ты другого результата ждал? Ты чего? Ты просто лепись, Шамайка! Что, не нравится? А что ты мне сделаешь, а? А? То есть, все было наоборот. Это Диана Шагинян напала на Алису Снежко и избила ее. Да. Судов взлома нет. Нормальный замок. Игорек, полюбуйся. На всех бутылках следы этого охранника – Устинова. А на одной еще и отпечатки Пащенко. Опять классуха. Наши эксперты посчитали микробов, сколько в бутылке накопилось. И получается, бутылочку-то вы откупорили сразу вечером, после драки. Именно ту бутылку, которую вам Пащенко дала. Эх, Михаил Сергеевич, Михаил Сергеевич, Кость, поди погуляй. С детишками поиграй, ты же любишь. А мы пока по-взрослому пообщаемся. Прикинь, наши даже не успели плохого и хорошего полицейского разыграть. Признался? Конечно. Пащенко ему бутылку дала, чтобы он видео испортил. Ну, теперь понятно, почему Пащенко Диану на пятерки тянет и в драках прикрывает. Попахивает взятками. На всю школу воняет. Для задержания Пащенко и обыска у нас есть все основания. Иду. Есть. На деньгах потожировые Жанна Шагинян. Значит, Шагинян прикармливала клосуху. Что случилось, Артем? Да нестыковки в деле об избиении Дианы. Вы же читали показания Фегина? Снежко бил девочку ногами и сумкой. А теперь взгляните на фотографии побоев. Что-то не похоже на удары ногами. А что за сумка была? Да какая сумка? Ее ремнем били. Видите царапинки? Я думаю, это следы стразов. Насколько я успел рассмотреть, Снежко стразы не носит. У нее более консервативный стиль. Зайка, не волнуйся, все хорошо будет. Граждане понятые, прошу обратить внимание, обнаружен женский ремень черного цвета с декоративными элементами. А, видишь, даже кусочки эпителиев на стразах остались. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все точно, это не Снежко Диану избил, а мамаша родная. Так, может быть, девочка сама все подробно расскажет? В вашем присутствии. Я своего согласия не даю. Не имеете права. И вообще, лажа фуфлыжная все эти ваши экспертизы. Есть свидетели, точка. Вообще-то, есть еще и видеозапись. Ничего не знаю. Я это не снимала. Может, это вообще подделка какая-то. Жанна Вадимона, вообще-то вы не в том положении, чтобы врать и вести себя вызывающе. Нормально веду. Вы мне не мать. Мы не будем допрашивать Диану по поводу того, что ее избила родная мать. Незачем ребенка лишний раз травмировать. Да и не надо нам этого. И права не имеете. Улик более чем достаточно. Меня ваш цинизм просто потрясает. Следы своих побоев вот так вот выдать за дело рук другого человека. Что, Вань, есть версии в рамках вновь открывшихся обстоятельств? Может, так Снежко подставили, а он Текалова с Фегиным грохнул для защиты? Или это Шагинян всех убило, типа, чтобы Снежко закопать окончательно? А что, если Шагинян подкупила Фегина? А Фегин соврал. А Текалов узнал, что его в подставу втянули. А за это Шагинян их убрало обоих. Вряд ли. Я контакты Фегина разобрал. Они с Текаловым последние годы постоянно перезванивались. Похоже на сотрудничество. Эх, жаль, такие данные засекречены. Просто так доступ к ним не дадут. Пойду к Рогозиной. Стой. Я уже везде сходил, где нужно. Есть доступ. Сейчас посмотрим, что за агентурные данные у майора Текалова. Ну да. Ну да. Фегин с Текаловым закреплен как тайный информатор. А чего удобно? Значит, Текалов возбудил дело, а свидетелем у него выступает знакомый человек. Шагинян, кстати, с Текаловым тоже не один год контактировала. И созванивалась. И не только. Все повязаны. Кажется, майор Текалов все-таки не такой белый и пушистый, как мы думали. Виктор Васильевич, нам удалось обнаружить признаки заговора против вас. Если вы хотите оправдаться, то сейчас самое время помочь нам. По мне все это какая-то разводка. Готымская полиция против меня играет. И кажется, с ними я в прокуратуру заодно. А прокуратура при чем? Одногруппник у меня там. Я просил его помочь и ничего не происходит. Где гарантия того, что и вы не пытаетесь на меня все повесить? Я предвидела такую реакцию. И вот, пожалуйста, ознакомьтесь. Что это? Список должностных лиц? Мэр, губернатор, начальник УВД. Опять мэр, полковник, полиция, прокурор района. Ну и что? Это статистика ФЭС за десять лет по обвинениям коррумпированных представителей власти. Однако. А я-то думал, почему у нас в Готымске так часто новых мэров выбирают? Мне удалось вас убедить? Ну, допустим. В таком случае я готова выслушать вашу версию событий. Ну, началось с того, что Алису ложно обвинили в драке. Я решил стоять на своем и добиться отчисления Дианы. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Да. Алло, Снежко? Допустим. Кто говорит? Кто надо говорит. Слушай внимательно, повторять никто не будет. Перестань качать права на счет шагинян. Твоя девчонка виновата и точка. Исключат, значит, исключат. Ты запомнил? Вы кто? И как вы смеете? Делай, что говорят. Иначе плохо будет. Совсем плохо. Понял меня? Понял. Так вы записали звонок? Угу. А где же он? Почему вы молчали? Ну, файл хранится в независимом сетевом хранилище. Верните мне мой телефон, и я скачаю для вас копию. Все рассказывайте. Кто где сидел, что и как вы там выпивали. Это что? Образец голоса майора Тикалова. Какой-то следственный эксперимент старый. Сейчас сравним. Готово. Это Тикалов Снежко запугивал. Видно, его шагинян подкупила. Походу, она все вопросы взятками решает. Осталось деньги найти. Вот только где? Квартиру в машину Тикалова мы уже проверили. Игорюха. Граждане понятые. Прошу, обратите внимание. В кабинете майора Тикалова обнаружен уголовный кодекс Российской Федерации с комментариями. Однако, в этом экземпляре вместо комментариев обнаружена крупная сумма денег. Уголовный кодекс без комментариев. Да. У шагинян с Тикаловым было плотное сотрудничество. Половое. Так сказать, не отходя от рабочего места. Видимо, Тикалов и придумал подставить Снежко. С деньгами из его тайника похожие картины. Подожаровые шагинян регулярно встречаются. И не только ее. Есть следы гражданина Юдина, ранее судимого. За что, интересно, этот Юдин Тикалова платил? Разберемся. Юдин зарегистрирован как ИП. Да. Судя по всему, торгует чем-то. Что это? Ты решил после работы пивом побаловаться, что ли? Зачем пиво? Я люблю рыбку с чайком. Фу. А что тфукуешь? Не пробовал? Нет, не хочу. А ну, подержи. Да. Так. Иван, в общем, гражданин Юдин приторговывает рыбкой на Готымском рынке. Рыбка, кстати, ничего. Кофе, ну, пробегись еще разок по рынку. Надо ДНК собрать у максимального количества предпринимателей. Твою дивизию. Ну, сделаем. Ну, что выяснили по деньгам? Как мы и думали, на деньгах основника Тикалова почти весь рынок отметился. Хм. А сами торговцы молчат. Впрочем, и так все ясно. Тикалов полицейскую крышу ставил. Выходит, его убили не за борьбу с преступлениями, а за преступления. Я тут в прокуратуре от Тикалова справился. Оказывается, они действительно по сигналу Снежко под него копали. Ну, вот. А Снежко уже прокуратуру в заговоре обвинил с горяча. Просто такие вещи не афишируются. Так что с проверкой? Они тоже установили факт крышевания. Как-то для таких масштабов у Тикалова денег маловато нашли. Вроде он не тратил никуда и не вкладывал. Должны быть сообщники. В общем-то, и гадать не надо, кому Тикалов отстёгивал. Схема-то простая, старая. Ты про его шефа? Полковника Ракова? Расписывал, тут какой Тикалов мученик. Уж кто-кто, а он не мог не знать, что его подчинён у него под носом такую подпольную движуху развёл. Ну, логично. Раков мог узнать и о проверке, и о деталях дела Снежко. Только оснований для задержания Ракова у нас нет. Знаешь, на что подумал? А может быть, Рогозина что-нибудь придумает. Правильно. А теперь пассивным залогом как сказать? Сейчас. I was shot by the policeman. Точно. А теперь скажи мне… Помешай, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Виктор Васильевич. Вы не могли бы нам ещё немного помочь? Ну, если это в моих силах. Помните, вы говорили, что ваш одногруппник — начальник отдела прокуратуры по надзору за органами внутренних дел? Да, есть такой. Чтобы быстрее разоблачить настоящего убийцу, надо вашему одногруппнику неофициально намекнуть, что вместо одного продажного участкового они могут целую сеть накрыть. Хорошо, передам. Спасибо вам большое. Только надо сегодня, а лучше прямо сейчас. Сейчас я позвоню Лаврику. До свидания. До свидания. А если прокурорские тоже в доле? Ну, тогда они тоже будут в составе раскрытой коррупционной сети. Спасибо, мужики. Как только мы закончим с убийствами, он ваш. На деньгах из вашей квартиры следы Текалова и других участковых города. У вас нашли фетишистский комбинезон из спандекса на всё тело. Так называемый зентай. О, да вы в теме, я смотрю. Ваши сексуальные девиации вполне законны. Только вот на зентайе снаружи фото жировые следы Снежко. Так же мы нашли у вас комплект отмычек. Не поспоришь. Обложили, не обставишься. Хорошо. Допустим, я иногда закрывал глаза на самодеятельность подчинённых. Вы хотели сказать, руководили сетью коррумпированных участковых и собирали с них дань? А потом Жора Текалов, недоумок, царство ему небесное, на прокурорскую проверку нарвался. То есть и меня почти подставил. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Продолжение следует... 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 Зараза... Продолжение следует... 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 КОНЕЦ 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 Этот труп мой спаситель, Юшкин кот, безымянный герой. Ибо он лег на амбразуру, перекрыв сапой затопление целого района. Благодаря ему наша бригада смогла перекрыть, так сказать, узел. Ну, вынуть не смогли. Привезли как есть. Пальчики читаются, но в базах их нет. Придется вырезать. Привет, это что? Тихонов, в холодильнике заперся напрочь, идем вскрывать. Давай догоняй, будешь помогать? Ага, так я вам и поверил. Раньше я думал, что трупы бесполезны, только места на кладбищах занимают. А ну, вон как. Как медик, я не могу с вами согласиться. Трупы бывают очень даже полезны. В анатомичках их используют как наглядное пособие для студентов. А в наших криминально-экспертных кругах труп часто сообщает гораздо больше, чем живые важные свидетели. Ну, я готов. Надо все сделать максимально точно, чтобы минимально повредить тело. Мужчина по виду около 30, отеки мягких тканей, в воде около 3 дней. А это значит, он уже до аварии трупом был? Лицо изуродовано. И сильно повреждены кости черепа. Остальное после вскрытия. О, вот, вот, вот. Вот здесь нашли бедолагу. Это место прорыва трубы. Благодарю вас за неравнодушие, Яков Миронович. Да что вы. У меня к вам просьба. Обязательно сообщите мне имя, кем бы он ни был. Не смог бы я, стал быть, без него выйти на пенсию с чистой совестью. Такая авария на моем участке впервые за все время. И вот, обошлось. Сообщу. Обещаю. Организм молодой, хотя печень алкоголика со стажем. Травмы лица и черепа неясной теологии. Травмы могли быть получены как при падении или столкновении с твердыми предметами, так и от ударов при покушении. Убийство не исключено? В легких вода с Тиной. Значит, человек упал в водоем оглушенным, но живым. Его могли ударить и сталкнуть, и он захлебнулся, будучи без сознания. Могли. Во рту Тины ищем воду. Хорошо, спасибо, Артем. С реконструкцией есть шанс? Попробую собрать кости черепа, но это не так быстро. Да, и по ДНК облом. Скажи, совпадения по травматическим особенностям есть? Ни по травматическим, ни по стоматологическим. Ничего. Никаких совпадений. Ну, а черепу сильно достался. Может, получится водоем установить? По Тине и составу воды? Тины и зигневые водоросли. Они слишком широко распространены. Схемы водоканала я спросила. Ладно, я хватаюсь за соломинку. Точнее, за листья яблоневые. Один изо рта, а другой из кармана погибшего. Ну, яблоня у нас тоже не слишком экзотическое растение. Ну, что, попробуем исследовать? Вдруг это какой-нибудь редкий сорт. И это может дать зацепку на установление личности. Может, он от яблонки недалеко уплыл. Ничего себе. Что там? Это же человеческое ДНК. Ошибки нет? Нет. В клетках этой яблоней определенно есть ДНК человек. А как такое может быть? Это что, гибрид дерева с человеком? И покойный контактировал с ним перед смертью. А может, он его того... Нет? Неопознанный труп перекрывает аварийную трубу и спасает от наводнения целый район. Тело извлекают из трубы. Личность погибшего установить не удается. Но на трупе находят листья яблони, в клетках которых есть человеческое ДНК. А значит, погибший перед смертью контактировал с гибридом человека и дерева. Коллеги, как выяснилось, существует проект по внедрению ДНК умерших людей в растения. В России этим занимается биолог Евгений Бобков. Вот его видеоинтервью. Это мои опытные мемориальные деревца. В каждом из них есть гены близких мне людей. Это Верочка. Моя жена. Умерла шесть лет назад. Дима, брат. А вот это дед мой. Это родители жены. Анастасия Романовна и Прохор Валерьевич. Оба умерли почти два года назад от ковида. Разве это не чудо. Людей уже давно нет, а полный объем их генетической информации живет. Живет. Скоро вместо кладбища будут шуметь сады и минных деревьев. С ДНК усопших. Генная инженерия зло. Нам не нужны чудовища. Да, Луэн Тов. Ром, энты. Это народ такой и средиземья Толкиена. Ну, типа, люди-деревья. Не знаю. Я склонен согласиться с противниками биолога Бобкова. Меня пугают такие опыты с генами. Ну, меня тоже. Даже клонирование запрещено из этических соображений. А уж скрещивать людей с деревьями, это вообще ни в какие ворота не лезет. Мало ли какие причудливые формы может принять то, что получится. Но причастен ли к убийству Бобков? Могли ли эти листья попасть на труп случайно? Откуда покойник все-таки взялся в трубе? Выяснили? Мы проработали возможные маршруты по сети водоканала через водозаборники и отстойники. На схеме выявлены три точки. Это возможные места падения водоема. Проверка показала, что в двух местах в каналах стоят фильтры, через которые труп не смог бы просочиться. А в третьем по схеме тоже стоит фильтр, вот тут. Но он давно требовал замены. О, а вот и Рита. Привет, ну как? Этот так называемый фильтр болтался там на одной гайке. Этой проволокой вполне могло быть порвано лицо трупа после смерти. Нити и подушечки из дегнемовых подрослей. Аналогичные были на трупе. Точнее скажу после экспертизы. Если две другие точки отпадают, то тело покойного фигуранта свалилось в воду вот тут. У поселка Порохово. Слушайте, а эти вина в Порохово у биолога Бобкова дом. Совпадение? Не думаю. Семь тридцать пять, не рано ли? Пап, я в школу. Дочь, а завтрак? Да я буфей теперь кушу. Да я про себя. Мне завтрак есть? Нет, нет, не принимай, интервью не даю. Совсем обнаглели. Федеральная экспертная служба. Постановление на обыск. Эй-ка, привет. О, привет, Кирилл. В школу? Куда же еще? А кто к вам приперся-то с утра пораньше? Да это к папе, не бойся. Журналисты или паломники какие. Договорящую собачку решили посмотреть? Типа того. Такова участь геньев. А где у вас оранжерея? Туда нельзя. Это экспериментальные растения. Там микроклимат. Капитан? Сейчас минутку. Хорошо. Мы будем крайне аккуратны. Ну так, ну тогда ладно. Ты тоже это видишь? К сожалению, было. Ром. А че уметь? Так, понимаете, вот здесь и здесь. Распиши, пожалуйста. Ром. Разрешение на съемку есть? Все, заканчиваем. До свидания. Из шестидесяти четырех катонов, шестьдесят один кодируют определенные аминокислоты. Но оставшийся, так называемый, бессмысленный катон… Извините, пожалуйста, секундочку. Зачем мне слышать про какие-то бессмысленные кодоны? Что это за фигня? Ром, кодон – это дискретная единица генетического кода в молекуле ДНК. Я тебе потом все популярно объясню. Это очень занятно. А, пожалуйста, продолжайте. Если тебе неинтересно, может просто не слушайте. Из образца ДНК умершего выделяется этот самый бессмысленный кодон и внедряется в клетку растения. Клетка с бессмысленным кодоном потом выращивается в лабораторных условиях, в пробирке, пока она не станет саженцем. И по итогам каждая клетка дерева содержит человеческую ДНК. При этом само растение никак не изменяется внешне. Поэтому мы не могли вырасти уши на этих деревьях. Да это мы уже поняли, да? Вот ведь. А я чуть на фотки не повелась. Ну, при ближайшем рассмотрении даже Березину понятно, что это инсталляция. Ну, часть тела-то настоящей. Ну, это по запаху понятно. Части одного и того же трупа. В деле есть второй труп? В пробах есть формалин, полимерный клей и акриловая краска для боди-арта. Интересно, кто замутил этот ушастик в мемориальном саду Бабкова? Угу. Разобрав, наверное, запчасти голову трупа. Оксана, это вера. Яблонька с ДНК жены Бабкова. Ее же ДНК мы обнаружили в листьях на трупе. Граждане понятые, обнаружена арматура со следами, похожими на кровь. Ты меня звал? Да. Вот. А это что? Это макет, накладные пособия. Конструктор взяли со склада для улик. Валялся там после дела Пурпурной няни, помнишь? Ага. Вот смотри. Кадон – это единица генетического кода, отвечающая за включение в молекулу белка одной из основных аминокислот. Три нуклеотида. Кадон – триплет. И к нему аминокислота. Вот. А вот это – бессмысленный кадон. У него не происходит включение аминокислоты. Он пустой. Поэтому бессмысленный. Ну, типа яблонька в гареме. Ну, то есть, как обычный мужик, только без смысла. Да? Ну да. Так. Очень похоже. Ага. Идентично. Так. В принципе, ногой очень удобно упереться на это место. Обожаю яблочный с корицей. Теперь задумаешься, этично ли вообще использовать пищу яблоки, не проверив, нет ли там человеческого ДНК. Ну, теперь так любой фрукт будет казаться подозрительным. И овощ. Чувствую себя Парисом, которому нужно вручить яблоко самой красивой девушке. Но у меня трудный выбор. Либо на меня обидится начальство, либо меня сочтут под Халимом. Поэтому с яблоком раздора я поступлю мудро. Так. А теперь по делу. Кровь на арматуре, найденная в саду Бобкова, залежит нашему безымянному герою из трубы. Других следов на арматуре нет. Они стерты. Дальше. Есть также следы его обуви за пределами сада. Он ходил вокруг дома Бобкова и даже залезал на дерево. А зачем на дерево залезал? Власова опытным путем установила, что с дерева отлично видны все окна фасада и крыльцо. Дом Бобкова. Погибший следил за домом. А зачем? Есть предположения? Да. Бобков со своими зарубежными партнерами планировал заняться оказанием эксклюзивных ритуальных услуг. Методом заинтересовался ряд крупных похоронных структур. Вот-вот должен был решиться вопрос с финансированием и разрешительными бумагами. Это большие деньги. Очень большие. Я думаю, что за такие деньги можно было даже убить любого, кто попытался помешать данному проекту. Возможно, погибший как раз и пытался помешать. Поэтому Бобков его и убил. ФЭС расследует убийство человека, труп которого застрял в трубе. Следы ведут к ученому Бобкову, который внедряет ДНК покойников в клетки яблонь. Делает он это с целью выйти на рынок ритуальных услуг, что сулит огромные прибыли. В саду ученого находят орудие убийства со следами крови погибшего. Боже мой! Опознать человека по этим фотографиям невозможно. Его что, тоже нашли в моем саду? Нет. Поймите, я ученый. Ко мне в сад можно подкинуть любую ерунду, хоть огнемет. Я не обращу внимания. Вон в мою оранжерею пробрались, уши деревьям приладили. А я спал и ничего не заметил. А вы, мои родные опытные деревца, таскаете туда-сюда. Это же дело всей моей жизни. Обещаю, Евгений Вадимович, что с вашими деревьями будет все в порядке. Пожалуйста, не повредите их. Особенно Верочку и деда. Они особенно нежные. Вот он, смотри, идейный враг Бобкова. Харитон Цаплевич, борец с генной инженерией. Красавчик. О, тут видео есть. Скоро эти ученые генетики наклепают нам живых монстров, клонов, энтов, големов. Вот, и в доказательство он публикует у себя снимки фейковых ушастиков из сада Бобкова. Перепост из желтого оракула? Ну, типа того. Но невооруженным глазом видно, что это другие фото. Фото Цаплевич хоть и телефонные, но сделанные в спокойной обстановке и из близкого расстояния. Не как у журналистов. Издалека и наспех. Их же Березин шуганул. Так. В свойствах фото дата и время более раннее. Похоже, что Цаплевич сам ночью эти фотки сделал. Не без таланта мужик, конечно. Творчески подходит к акции. Так. В его анамнезе работа бутафором, а также гримером трупов в похоронном бюро. Ему вполне по силам было создать инсталляцию в саду Бобкова. Спасибо. По какому праву? Сядьте. Ну вот, что и требовалось доказать. В телефоне Цаплевича те же самые фото ушастиков. Только сделаны они еще до проведения обыска. Этот спаситель мира сейчас работает в анатомичке медвуза уборщиком. Так вот, я там обыск провел. Это две материалы останков, подготовленных к утилизации. Именно в этой анатомичке спаситель взял за свою инсталляцию и части трупа. Они мечтают получить полный контроль над человечеством! Там поголовная вакцинация придумана, чтоб под предлогом прививки вестись человеку чип! Сделать нас рабами! Вы еще про 5G забыли. И это тоже о создании генетически модифицированных детей. Этот ящик Пандоры надо закрыть до того, как-то они слишком поздно! Да! Да, слушаю. Поняла, спасибо. Харитон Русланыч, это конечно все очень интересно, но вы подозреваетесь в убийстве с целью опорочить ученого-биолога Бобкова. В каком убийстве? Ну вы же это не станете отрицать? Уши и другие части тела взял в анатомичке. Они уже были мертвы, я никого не убивал. То есть мистификацию с частями трупа вы признаете? Признаю. Но я сделал это ради привлечения внимания к проблеме. Ну, это акция. Ну, так сказать, перформанс. Хотели оклеветать ученого? Да вы мне спасибо должны сказать. Бобков же иностранный наймит. И эти его партнеры из Гейропы только спят и видят, чтобы наводнить нашу страну генно-модифицированными уродами, монстрами, извращенцами! Так, и Степанида Люлякина тоже из контактов Цеплевича. Подписчица его блога и участница акций. Большинство его последователей такие же темные мракобесы. Все личности установлены? Почти. Вот этого пока найти не могу. Он фигурирует на многих фото и видео в сети. Принимал участие почти во всех мероприятиях по спасению мира. И по росту подходит к нашему трупу. Это Вован? О, Владимир Шнырин. Когда вы видели его в последний раз? Видел? Не помню. Но дней пять-шесть назад мы с ним созванивались. Где он, может быть, в настоящее время? Не знаю. Муж забухал. С ним бывает. У него дом в Люберцах. Да, спасение мира в надежных руках. За мир можно не переживать. Зарядка для ноутбука. Интересно, а где он сам? Думаю, пропил. Ну да. Зарядку на закуску оставил. Это наш безымянный герой из трубы. Его зубной щетки и в нескольких окурках его ДНК. Так, Владимир Федорович Шнырин, двадцать восемь лет. В сети известен под ником Вован. Парень без фантазии и без определенных занятий. Так, ну, судя по его блогу и по количеству изъятой посуды, за бутылку он был готов мать родную продать. Ну, вот тебе и герой. Получается, что после смерти он некоторым образом совершил лучший поступок в своей жизни? Вполне возможно. Смотри-ка, бутылка из-под хорошего армянского коньяка. Единственная среди бутылок из-под дешевого алкоголя. Ну, может и угостили. На бутылке, кроме пальцев Шнырина, есть еще отпечатки. И женские, и мужские. Скидываю. Давай. Так, ну, среди уже установленных собутыльников этих личностей нет. Странно. Оксана, прогоняйте по базам. Мужские есть. Это пальчики владельца сети овощных палаток Давида Аветисяна. Год назад проходил по касательной, по делу о массовой драке мигрантов на овощной базе. А Аветисян утверждает, что никакого Шнырина он не знает и понятия не имеет, откуда на бутылке коньяка оказались его отпечатки. Говорит, может быть, тот в магазине случайно ее потрогал? Ну, нам ему нечего вменить. Это да, но что-то мне подсказывает, что он темнит или что-то недоговаривает. Бутылку-то он узнал. Я тут проверял перемещение Аветисяна. Короче, он регулярно бывал в поселке Порохово. Так, а я что говорила? По локации это старый многоквартирный дом. Подожди, Рома должен быть еще там. Наведывается Аветисянка Марине Смолениновой, учительница английского в местной школе. А у нее в этом доме комната в коммуналке. Ну, у Аветисяна с ней любовная связь. Ну, так себе секрет Полишинеля, потому что соседи и машину его знают, и его самого видели много раз. Да, отпечатки пальцев у Смолениновой взял. На бутылке из-под коньяка пальчики Марины Смолениновой. Аветисян женат. Причем его тесть, его же босс, начальник общей базы. А Смоленинова дважды переводила Шнырину по двадцать тысяч. Немалая для нее сумма. Может, Шнырин ее шантажировал? Ну, тогда уж Аветисян он должен был шантажировать, тому было что терять. Аветисян мог передать любовнице деньги для уплаты шантажисту, а заодно и коньяк в подарок. Когда Шнырин не угомонился, решил вопрос радикально. Аветисян признал из связи со Смолениновой, что бутылку коньяка принес ей он. Но детьми клянется, что не знает никакого Шнырина и даже не слышал он. Так, с карты Аветисяна никаких денег Смолениновой не поступало. И вообще перед переводом денег Шнырину на ее карту не поступало никаких средств, кроме зарплаты учительницы. Всю прошедшую неделю Аветисян с женой и тестью провел на отдыхе в Армении. Поэтому убить Шнырина лично он не мог. Так может быть Смоленинова убийца? Ее телефон, кстати, отмечался в сути дома Бабкова. А дочь Бабкова ее ученица? Думаешь, педагог навещала девочку? Давала частные уроки? Нет, Мария Кузьминична у нас не была дома. Ну, учусь я хорошо, репетиторы мне не нужны. Ну, возможно, она бывала у вас в ваше отсутствие? Ну, тогда я об этом просто не знаю. Спросите у моего отца. Хотя он бы мне точно сказал. У него много работы, понимаете? Он у меня гений. И вообще, когда вы его домой уже отпустите? Сейчас, секундочку. Да? Рома, мобильный Смолениновый подключался к вай-фай сети Звягинцевых. Это соседний дом. Я понял. Скажите, Ия, а вот это вот дом Звягинцевых? Да. Там живет молодоклассник Кирилл. Кирилл. Спасибо. И вы нам очень помогли. А по какому праву? У вас ордер есть? Я несовершеннолетний. Ордер. Гражданин несовершеннолетний, конечно, имеется. Держите. А заодно скажите мне, при каких обстоятельствах здесь бывала Марина Смоленинова? Я не пропоминаю, чтобы Марина Кузьминична здесь бывала. Да? Тогда странно. Потому что только что обнаружились ее свежие отпечатки. Ну, да. Я вспомнил, я брал дополнительные занятия по английскому языку. Всего лишь один раз. А что? Это запрещено, что ли? Один. Это ваша область? Я буду звонить вашему начальству. Зачем же звонить-то? Кириллович, давайте так. Поедем сейчас со мной в ФЭС. И там лично моему начальству все расскажете. Хорошо? О, весть из полей. Зивана. Березин нашел в доме следы половой близости Кирилла Звягинцева с учительницей. С Мариной Смолениновой? Уроки английского она давала в постели. Тогда ясно, откуда шантаж. Шнырин спалил училку с несовершеннолетним, а не с женатым. Это уже уголовка за растление, а не аморалка. У вас интимная связь с несовершеннолетним учеником? Так и есть. У меня ничего лучше Кирюхи в жизни не было. Вы также сожительствовали с женатым Давидом Аветисяном. Да что Давид? Он жадный. Заезжал пару раз на неделю. Коньяк привозил. Который сам же потом и пил. Я-то крепкое вообще не пью. Побрякушки дешевые дарил. А так, чтоб квартиру мне снять? Нет. Так в коммуналку ко мне и ездил. Сам-то женат на дочке своего босса. А мне еще сцены ревности закатывал. Руки распускал. Да и не любил он меня никогда. А вот Кирю любил. Жениться хотел. Малыша, я люблю тебя. Я люблю тебя больше жизни. Выходи из меня, а? Ай, дурачок, дурачок, ты взрослещий немножко. Двигинцев, ты помнишь, что завтра контрольная? Иди занимайся и учи времена. Хорошо, Марина Кузьминична. Свою коммуналку я его бояла звать. Кругомуш. Кругомуша. Настукнуть Давидику. Слухи пустят по поселку. Вот мы и виделись, где придется. В лесу, в Забрушке. На зима. А тут родители Киру ехали на пару дней из города. Но мы решили у него оттянуться. Расслабились. Ну что, за такое так-то уголовка грозит? А для начала я еще это ваш школьный чат с Илью. Я тогда даже больше Давидика испугалась. Он такой. Мог из ревности меня под хохлому расписать. Я заплачу. Сразу после получки. Сейчас нет денег. Ну, спасибо, что подвезли. Извините еще раз за беспокойство. Деревца ваши опытные вам доставят завтра же. Добрый вечер, Евгений Вадимович. Добрый вечер. Вы меня, извините за бестактность, но утеряли бы побольше внимания живой родственниц. Кому? Папочка! Как ты? Я там ужин приготовила. Ил идентичен тому, что был на трупе Шнырина. Угу. Арматура, изъятая в доме Звягинцевых, из той же партии, что и орудие покушения. В соцсети Звягинцево было несколько постов о предстоящей покупке нового планшета. Но планшет он так и не купил. Отдал деньги шантажисту? Скорее всего. В новоте Звягинцево, в почищенных логах, есть поиск Шнырина по алгоритмам распознавания лиц. Парень искал шантажиста. Шнырин и у него вымогал, и у Смолениновой по отдельности. Ну, конечно. Так выгоднее. И, судя по переводам Марины, не один раз с каждого. Ну, что? Понял? Не найдешь бабки, Кузьминишну твое зарастление посадят. Так я же заплатил вам. И вы сказали, что удалить. Ну, брат, обстоятельства поменялись. Еще бабки нужны. Ты же сам понимаешь, что в тюряге с твоей кралей Кузью морду сделают. Мне найду деньги. Я люблю Марину. Я не мог допустить, чтобы ее посадили за мое растление. Ну, вы же понимаете… Да, я понимаю, что она старше меня. У меня влюблена соседка Яика. Она хорошая, но сердце-то не прикажешь. Вы отдали шантажисту деньги, скопленные на планшет. Шнырин деньги пропил и пришел к вам за добавкой. Да, так и было. Он приперся через неделю, и я понял, что он не отстанет. Вы нашли Шнырина с помощью алгоритма распознавания лиц. Да. Он был из этих бракобесов, которые ведут битву против соседа и его исследования. Ей часто рассказывал про отца, про его опыты с деревьями. И вы решили его подставить? Листья с его деревьев уникальны. На, тварь. Жри. Уничтожество. Мне его вообще не жаль. Лови садку. Попасть к нему домой было очень просто. Адрес я узнал по паспорту. Ключи были. Я зачистил все возможные хранилища компромота. Для надежности арматурину со следами крови этого подонка я закинул в сад Бобкову, стерев перед этим свои следы. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Такие красивые. Как и ты. Я такая счастливая. Мне хочется кричать об этом, чтобы все слышали. Так почему же ты шепчешь? Счастье любит тишину. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это плохая примета. Что это? Я же тебе хотел просто запостить в соцсеть. Нельзя снимать беременных женщин, тем более чужим людям показывать. Сглазят. Ну что за глупости, милая? Думаешь, зря женщины друг другу передают веками знания о том, чего делать нельзя? Погласите, пожалуйста, весь список. Опасно в одной комнате с кошками находиться. Ребеночек болезненным будет. Клаш! Клаша! Там кот! Кот! Черный! Черный как... Как черт! Сейчас я его выгоню. Жди тут. Тамар! Тамар! Иди сюда! Тут нет кота. И окна закрыты. Тебе показалось. Беременным запрещено стричь волосы. Силы себя лишать. Но самая страшная примета – наступить на плоды земли. Тогда она отнимет твой плод. ТЕЛЕФОН ДИАН Диана, помоги. Меня преследуют знаки беды. Везде, все время. Сначала был черный кот, потом волосы, картошка. И мне никто не верит. Я тебе верю, Томочка, успокойся. Злые силы хотят забрать у меня малыша. Они не посмеют, я буду рядом. Вот, попей. Настой из земляники с ромашкой. Приметы – это пережиток прошлого, милая. Вот смотри. Я разбила зеркало и смотрю с него. Как ты думаешь, что это значит? Ты скоро упрешь? Нетушки, приметы не сбываются, если в них не верить. Я тебе это докажу. Не надо! Пожалуйста, не надо! Пожалуйста! Не трогай нас! Не трогай нас! Ну, пожалуйста! Ну, пожалуйста! На скидь! На скидь! На скидь! Ой, не трогай! Похswемся! КОМО some. – Это – термин. КОМО сом! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, вторую. Пиши. Ножевое ранение в область сердца. Орудие убийства рядом с телом не найдено. Игорь, привет. Слушай, пробей мне, пожалуйста, на кого зарегистрирован телефончик, который сейчас рядом с моим включил. Ром, ну подожди, я просто в дикую пробку попал, опаздывал. Сейчас. Минуту. Ага. Значит так. Номер принадлежит Диане Борисовне Мирошиной. Тридцать четыре года. Фотку тебе отправил. Осторожно, следы. Ага. В общем так, убитая Диана Мирошина. Рит, а что эти тетки-то здесь в лесу делали, которые нашли труп? Ты не поверишь, энергии от камня заряжались. Да, не удивляйся. Я глянула в сети. Кто-то считает это местом силы, а кто-то, что этот валун белый горючий камень славянской богини-берегини. Так может быть, это эти тетки Мирошину укокошили и в жертву принесли богини? Да ну это вряд ли. Во-первых, они с ней не из одного лагеря, они скорее по эзотерике, а во-вторых, берегини не такая. Ой, да ладно. Вам, богиням, всегда жертвы нужны. Берегини – хранительница домашнего чага. Ты посмотри сам. Убийство не кровопоказательное, а потом эзотерички близко не подходили по следам. Вот здесь встали, посмотрели, глаза открыты, кровь на куртке, вызвали полицию. Все. Ну ладно, разберемся. Санитары, забирайте тело! Так, тут тащили что-то тяжелое. Следы от ботинок, предположительно, 42-го размера. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Кто-то поранился о ветку. Ветка фактически над землей, значит, это был тот, кого тащили. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА О, смотри-ка. Здесь волоски какие-то похожие на шерсть. В русском фольклоре есть такой персонаж, лохматый, в ботинках и с ножом? Есть. Мормалей. Это не из нашей сказки. Удар ножом был нанесен сверху вниз, в область сердца. Нож охотничий. Длина клинка примерно 23 сантиметра, ширина около четырех. Односторонняя заточка, клинок не изогнут. Что по времени смерти? Около девяти утра. Так. Мне сегодня оружие лучше в руки не давать. Это чревато. В эксперименте используются охотничьи ножбоуи, подходящие по характеристикам, выявленным судминэкспертом. Рост манекена соответствует росту жертвы. 165 сантиметров. Клади на пол, на спину. Клади на пол. Мирошина стояла, когда на нее напали. Поэтому кровь сначала текла по одежде вниз, потом жертва почти сразу упала и кровь потекла в стороны. На месте преступления не было следов каблуков, а удар нанесен сверху вниз. Стало быть, убийца выше Мирошны. Ну что, сходила я к источнику силы, зарядилась энергией сногсшибательной арабики и про тебя, дружи, не забыла. Держи. Благодарю. Ты просто богиня. Ага, пероница. Могу я молнией шиндарахнуть, ты же знаешь. Знаю. Вот, посмотри. Ами Рошина, скорее всего, берегиней была. Наши умники выяснили, что она раньше работала акушеркой в родильном доме, а год назад открыла ИП и стала Дойлой. Это компаньонка при беременности и родах. Ага. А наши не вычислили, чьи телефоны фиксировались у камня? Да не чьи. Их там все выключают. А за этой Мирошны хоть было что наследовать? Да, в общем, нет. Дом она снимала. Амелина с хозяином связалась, он нас ждет. Ну, поехали. Поищем там, в шкафах. Да, поехали. У камня славянской богини домашнего очага Берегини зарезана женщина. ФЭС выясняет, что это Диана Мирошина, бывшая акушерка. Последнее время Диана работала доулой, помощницей природы. Диана Мирошина, бывшая акушерка. Волоски, которые опера нашли рядом с местом убийства, прилежат в сибирской норке. Откуда оно в Малинском районе? Ферм там нет. А дикая вообще занесена в Красную книгу? Ворс обработан лазером. Это явно волосок из шубы. На российских фабриках нет оборудования для лазерной обработки меха. Но импортных шуб продается столько, что проку от улики пока ноль. А кто в шубе был? Убийца похищенной? Боюсь, у нас похищенная. Причем беременная. Стоп. Мирошина была доулой, помощницей при беременности и родах. А что, если с ней в лесу была ее клиентка? Так, ДНК беременной в базах нет. Но есть единственная зацепка. Высокий индекс антител против желтой лихорадки. Наша неизвестная делала от нее прививку. Итак, граждане понятые, обыск производится в присутствии хозяина дома, у которого гражданка Мирошина арендовала жилплощадь. Мы видим сухие травы, ступку для их измельчения, дегидратор для сушки и капсулы для наполнения лекарственными средствами. Да, как говорится, арсенал современной ведунья. А я ноутбук обнаружил в спальне Мирошиной. Сейчас отправлю нашим кудесникам ФС. Спасибо, доктор. Ты обзвонила клиента к Мирошиной? Да. Последняя Эмма Абрамова вчера родила. Врач сказала, что она спит после трудных родов. С ней, с ребенком, все хорошо. А другие? Тоже все в порядке, но до двоих пока не дозвонилась. Среди них есть Тамара Веревкина? Я проверил по медицинским базам. Из клиента к Мирошиной только она делала прививку от желтой лихорадки. Вот. Веревкина. Тамара Геннадьевна. Домохозяйка, 25 лет. Так, телефон. У меня зона действия сети. Последний раз включался через пару часов после смерти Мирошины. Вот здесь. В этом переулке камер нет. С телефона Веревкиной было отправлено сообщение ее мужу, Егору Веревкину. Что пишет? Это видеофайл. О, чудно. Он автоматически схоронился в облаке. Сейчас посмотрим. Любимый, ты должен убить целителя любого мира. Или они убьют меня и нашего ребенка. Надо срочно ее найти. Беременным противопоказан стресс. Из видео зацепок не вытащить. А что муж Веревкиной? Он сообщение просмотрел? Да, сразу, как только получил. А находился он в этот момент где-то вот в этом районе. Вот интересно, что он там делал. Их жену и телефоны там раньше не фиксировались. Проверь круг их общения. Тоже нет. Ни друзья, ни знакомые Веревкиных. В этой соте не проживают. Очень странно. Где Веревкин сейчас? Так, после просмотра видео его телефон пропал. Я думаю, что он либо батарею вынул, либо что-то сделал самим гаджетом. Может, потому что пошел убивать этого Любомира? Это вообще кто такой? Судя по биллингу, он где-то рядом. Черт, сигнал плохой. Нет! Не кричи, а рычи! Зверя в себе буди! Вы же хотите сына богатыря зачать! Слушай, я выяснил, что Любомир – это Лаврентий Кожин, гинеколог. Его, кстати, уволили из того же роддома, где работала Мирошина. За что? За продажу гомеопатических препаратов пациентам. Сейчас Любомир – славянский целитель от бесплодия. Также он ведет беременность и помогает при родах. Ну, мошенник сто пудов. Да, конечно. Я на всех случаях пробил его алиби на время убийства Мирошиной. Любомира осматривали коллеги. Правда, из кожбин-диспансера. Ну, втаж задерживать, его оснований нет. Угу. Ребята могут предложить ему только защиту. Я в защите ФС не нуждаюсь. Меня берегут высшие силы. И вообще, вы мне ритуал поломали. Ладно, уважаемый. Ваша жизнь – ваше решение. Смотрю на перемещение телефона и машины Любомира. Угу. Упс. Телефон и навигатор Любомира вырубились у реки. Неужели до целителя таки добрался, Веревкин? У-у. Не похоже. Мне только что сообщили, что Веревкин задержан. Ну, есть программа по распознаванию лиц на камерах города. Ну вот. Его уже везут в ФС. За что меня арестовали? Телефон, забрали одежду. У меня вообще-то жену похитили. А вы не догадываетесь, учитывая, какое требование выдвинули похитителя? И вас не арестовали, а задержали. Да я впервые узнал о том, что Тамара пропала только от полицейских. А про целителя я вообще не в курсе. Что с вашим телефоном? Уронил в лужу. Где именно? На окраине где-то, не помню. Слушай, действительно, все внутренности телефона Веревкина залиты. Звучит музыка. Телефон. Звучит музыка. Веревкина. Веревка. Звучит музыка. Хорошо живут люди на экранах Маринска Во дворах лучше шампанского Страшно подумать, что у них из крана течет Телефон залит шампанским? Ясно, Веревкин соврал Так, в смывах с одеждой Веревкина нет ни крови, ни слюны пропавшего целителя Любомира Я слышу в твоем голосе, но Но на рубашке свежие микроследы ресторанного соуса бешамель без лактозы А судя по соцсетям, Чита Веревкиных обожает дорогие сыры Значит лактозу оба усваивают Смотри, Марина, скорее всего, пару ресторанов с безлактозным меню В одном из них в 10 утра сделали заказ в квартиру на час которая расположена в многоэтажке на окраине А многоэтажка случайно не в той лесоте находится где пропал мобильник Веревкина? Ты не поверишь в той самой Граждане понятые, прошу обратить внимание на постельном белье обнаружены следы биологических жидкостей В квартире на час вы, Егор Петрович, занимались сексом с родственницей вашей жены А у нее только одна родственница кузина Глафира Чара и у нее непереносимость лактозы Спалили Тамарка дико за ребенка трясется Как залетела, секс стал под запретом И вы нашли его на стороне? Ну да, Глажка симпотная Сохнет по мне А я живой мужик А Тамара Тамара всегда была с придурью Но в последнее время ей везде мерещились дурные приметы Коты черные, картошка Представляете, она была уверена, что ей во сне волосы отрезали И кто же? Да никто, сама и отрезала Внимания ей не хватает Или чердак у нее течет Пади разбери Итак, в вашей стиральной машине найдено платье со следами шампанского которым вы облили телефон Егора Веревкина Прошу вас, ознакомьтесь Далее На вашем пальто обнаружена шерсть черного кота того самого кота который был в квартире Веревкиных Далее С вашей банковской карты оплачена бесконтактная доставка 10 килограммов картофеля до дверей квартиры Веревкиных И, наконец, в вашей сумочке найден дубликат ключа от квартиры Веревкиных Это вы кошмарили свою бедную кузину Подбросили бедной суеверной женщины черного кота Волосы ей отстригли Ну да Я доводила Тамарку А она Егора своими истериками Я открыла сообщение от похитителей и облила телефон Егора шампусиком Потом вытерла Он не заметил А зачем вы все это делали? Как это зачем? Чтоб Егор в полицию не пошел или убивать Любомира Нам обоим без Тамарки лучше Поженимся Все дела Ну да Все дела А вам что, совсем не жалко беременную родственницу? Борьба за женское счастье Борьба без правил Так Так Ага В телефоне Веревкина установлена программа для слежения за GPS трекером Ух ты Маршрут трекера совпадал с маршрутом телефона Тамары Трекер в сети? Нет, выключился Утром в районе трех заброшенных деревень Итак, коллеги Проверяем подвалы всех домов и осторожнее Главное не затоптать улики Вперед Вперед ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Опоздали мы, капитан. Убита Доула – помощница при беременности и родах Диана Мирошина. Ее беременную клиентку Тамару Веревкину похитили. От мужа Тамары, Егора, за освобождение жены требуют совершить убийство целителя Любомира. Но Егор сообщения от похитителей не увидел, так как был с любовницей. Тамару находят мертвую. Время смерти Веревкиной с 10 до 10.30 утра. Я заканчиваю отчет. Ее ударили шокером, видимо, перед похищением. А убили тем же охотничьим ножом, что и Мирошину. Только удар нанесли в область печени. Бедная женщина умерла не сразу. И плод тоже. А вот и трекер. Веревкин заказал колечко в Англии. Видимо, преслеживал за женой, чтобы она его с чарой не застукала. Но Веревкин жену не убивал. Его видел доставщик еды из ресторана в 10 часов 15 минут. Но он бы не смог добраться до заброшенной деревни за 15 минут. Потому что ехать туда, от дома, где он находился, минимум час. А Чарову? Чарову курьер видел? Может, убила она? Веревкин после смерти жены становится завидным женихом. Он унаследует сеть магазинов покойного тести, где сейчас работает управляющий. Ты считаешь, что Веревкин изображал любящего мужа? Вот гад. Я восстановила последнее удаленное селфи с телефона Чаровой. Его сделали в 7 минут 10. В кадре рука Веревкина. А на стройке время даты не меняли? Нет. Пиарова была с Веревкиным во время убийства его жены. Но кое-что интересное в ее телефоне я все-таки откопала. Глафира Эдуардовна, вы ведь общались с целителем Любомиром? Ну да. Тамара к нему ходила. Залетела. И я пошла. Тоже хотела бейбика от Веревкина. Но со мной фокус не сработал. А вы не знаете, каким образом Тамара стала клиенткой Мирошины? Знаю. Мирошина ей в соцсети написала, типа, Любомир мошенник. А Тамарка залетела, потому что победила психическое бесплодие. Психологическое. Да какая разница? Главное, Мирошина меньше бабок брала за те же самые услуги. Держите. Галина Николаевна, дошли Любомира? Пока нет, но у нас в Шустовом новая версия. Слушаю. Никто не хотел убивать Любомира. Логично. От Веревкина избавили сразу, как только отправили требование ее муженьку. Будь целью Любомир, похитители дождались бы, пока Веревкин его убьет. Именно. А вот сам Любомир мог все это организовать. Я снова обзвонила клиенток Мирошиной. Оказалось, что многих из них, как Веревкину, Мирошина отбил у Любомира. Мотив расправы над конкуренткой? Которую он прикрыл псевдоохотой на себя самого. Денег у него достаточно. Нанял кого-нибудь, алиби себя обеспечил. Ищите, кого он мог нанять. Доброе утро. Думаешь, доброе? Посмотрим. Куда едем? Сизой рощи. О, как романтично. А зачем? Проза жизни. Шустов обнаружил в контактах целителя, вероятного киллера. А целитель так и записал его, Вася, заказное убийство? Почти. Любомир в основном общается с женщинами. Из мужчин он созванивается только с этим самым Жуковым, бывшим спецназовцем. А тот, конечно же, владеет ножевым боем. Конечно же. А сейчас его телефон фиксируется в коттеджном поселке Сизой рощи, где у его сослуживца дом. Поедем? Поедем. Поедем. Вот тебе фартит. Здравствуйте, ваше перунство. Нет, нормально, да? Мы тут его ищем, с ног сбиваемся, а он в картишке режется. Федеральная экспертная служба. Вот фарт и кончился. В автомобиле гражданина Кожина, он же Любомир, следов крови нет. Зато полно следов интимной близости с разными дамами. Жуков во время убийства Мирошина бегал трустой по поселку. Засветился на всех камерах. По словам Жукова, Любомир его действительно нанял. Заплатил за то, чтобы Жуков его спрятал. Интересно, от кого? Полгода назад на Любомира набросилась клиентка с ножом. Некая Ивлева. Любомир сам ее фамилию Жукова назвал. Угу. Мы выяснили, что Ивлева дружила с Мирошиной. Они общались с пассажирами довольно часто. Судьба у Ивлева не позавидуешь. Моя маленький сын погиб уже давно. Работа в библиотеке одинока. А год назад она продала комнату в коммуналке за миллион. Угу. Спасибо. Приняла к сведению. Ну что, Зинаида Романовна? Деньгами, полученными с продажи комнаты, вы оплатили услуги Кожина. Он же Любомир, верно? Он тогда положил на свой счет миллион рублей. Это цена за его услуги по высшему прескуранту с гарантией зачатия. Но вы не забеременели. И тогда вы решили отомстить Любомиру, обставив все так, как будто бы его убил Веревкин, чтобы спасти жену. А Мирошину вы убили как свидетеля похищения Веревкиной. Но вот проблема. Любомир от вас спрятался. Так? Я никого не убивала. Любомира, сволочь бородатую. Я хотела убить, даже напала на него с ножом, но только вот духу не хватило прикончить. А жаль. А почему он на вас не заявил? Наверное, боялся, что вскроется эта история с ритуальным сексом. Да. Я дура. Этот урод спал со мной за мои же деньги. Ну, я бы ему все простила, если бы забеременела. О Диане я очень признательна. Она сама меня нашла в соцсети. Хотела переманить как клиентку, но когда узнала мою ситуацию, очень меня поддержала. Вот подработку дала. Я комнату снимаю только благодаря ей. Угу. Что за подработка? Я штудировала книги по язычству и придумывала для нее ритуалы. Придумывали что? Наши прабабушки во время беременности пели открытым звуком. Усть от травы влок лягли шелковою стеною. Ой-ля-ли, ой-ля-ли, ой-ля-ля-ли, ой-ля-ля-ли, ой-ля-ля-ли. Супер! Это же и для легких полезных, для нервов будущих мамочек. Зин, а ты можешь гимнастику так же в магический фантик обернуть? Ну, а почему нет? Пляски, поклоны. Считай, это же аэробика. Когда вы в последний раз общались с Мирошиной? Вчера в мессенджере по видеосвязи обсуждали новый рецепт берегини. Какой? Пыльбогини. Это высушенная плацента. У Дианы было много клиенток, которые верили в целебные свойства плаценты. Ну, она из них делала смузи, в пироги запекала. Смузи из плацент? Ну да, плацента фаги достаточно широко распространена. Диана каждую плаценту проверяла в лаборатории. Вообще, она считала, что это дикость, но таковы прихоти клиенток. И что же пыль богини? Диане попалась клиентка, убежденная веганка. Но при этом она свято верила, что только плацента спасет ее от послеродовой депрессии. Ой, а кажется, придумала. Высуши плаценту в дегидраторе и дай своей придурочной девице в виде капсул. Слушай, ну идея класс. Да, я ее еще запугаю, чтобы она не злоупотребляла. Ладно, подругу, клиентки схватки. Все, я поехала. Я верю в Ливой. Да и для убийцы она слишком маленькая. А знаешь, что странно? Что в доме у Мирошиной не было следов плаценты. Ее хранят в холодильнике. Срок годности не более 48 часов. Но у Мирошиной был дегидратор. Надо его проверить. Игорь, доставили дегидратор из дома Мирошиной. У него сушили только ягоды и травы. И я проверила, никакой лаборатории в ее контактах нет. Хотя она часто созванивала со своей бывшей коллегой из роддома. Где и что? Лаборатория. Калина Николаевна, коллега Мирошиной, естественно, без протокола, рассказала, что Таня официально пользовалась ее услугами, делала анализы плацент. Но в последнее время Мирошина ничего не приносила. Это же последняя из родивших клиентов Мирошиной. Эмма Арабова. Веганка. Она названивает Мирошиной. Я переадресовал ее в видеозвонок Рогозиной. Добрый вечер. Я полковник Рогозина. Вы пытались связаться с Дианой Мирошиной, чье убийство расследует ФЭС. Мне очень жаль. Убийство? А плацента? Диана после родов забрала мою плаценту. Она у вас? Нет, но мы ее ищем. Вы не волнуйтесь. Рит, я изучил медкарту Эммы Арабовой. У нее анемия, но ни кровотечений, ни эндометриоза, ни нарушений всасываемости железа нет. Дай угадаю. Тебе нужны ее волосы? Можно даже не все. Зачем ваша сотрудница у меня прядь волос отрезала? Я веганка, а не наркоманка. Эмма Сергеевна, мы вас ни в чем не подозреваем. Расскажите, пожалуйста, как протекала ваша беременность? Нормально. Токсикоз, конечно, был. Я к врачам не ходила, я натуропат. В медицину не верю. Само все прошло. Скажите, у вас есть враги? Нет. Меня окружают друзья. Мир полон любви. После гибели Яна я была совсем на грани. Но меня все так поддержали, особенно мама Яна. Она Диана мне не наняла. Ты как в воду глядел? Волоса харабовые, следы свинца. На стадии аногена активного роста волосы здоровые. На стадии телогена покоя повреждены. То есть свинец поступал-поступал в организм арабовый и вдруг прекратил? Да. Я бы предположил, что около двух месяцев назад. Тогда же погиб ее жених Ян Набрезов. Разбился на мотоцикле. Слушай-ка, а его матушка, кстати, хозяйка шубной фабрики. Из норок шьет? Ага. Из элитных, сибирских. Раиса Харитоновна, на месте убийства Дианы Мирошиной найден волос от шубы с лазерной обработкой. И что? Я, конечно, жду своего адвоката, я подам на вас жалобу, но это просто возмутительно. Я ношу изделия только моей фабрики. А у нас на фабрике нет лазерного оборудования. Конечно. Потому что вы покупаете дешевый китайский мех и выдаёте его за отечественный класс и люкс. А ваши шубы линяют. И ту, которая висела рядом с одеждой, в которой вы убили Диану Мирошину, мы нашли в вашем шкафу. У вас большой размер ноги, и вы носите ботинки унисекс. Их следы найдены на месте убийства Мирошиной. А в багажнике вашей машины найдены следы рвоты Тамары Верёвкиной. Вы притравливали невесту вашего сына. Провоцировали у неё выкидыш. Не хотели, чтобы сын женился на чокнутой зелёной веганке. Так вы её называли в переписке с вашими подругами. Анализ плаценты всё бы выявил. Ведь плацента накапливает токсины. Я хотела лучшего для моего мальчика. Но после его смерти осталась только эта дура и мой внук внутри неё. Вы убили Диану Мирошину, чтобы выкрасть у неё плаценту. Потому что я боялась, что Эмма узнает об отравлении и всё поймёт. Мне нужен мой внук. Нужен. Вы убить его пытались в зародыше. А беременную Тамару Верёвкину вообще ни за что зарезали. Чтобы сбить нас со следа. Я бы вообще всех этих шубников проверяла. Не психопат или бедные норочки. Лично я считаю, что владельцы бизнеса, основанного на крови, априори хорошими людьми быть не могут. Кстати, Верёвкину ничего не достанется. Я наслала на него проклятие. Налоговые проверки. Ух ты, волшебница ты наша, кудесница. Ну, поехали. Я тебя домой отвезу. Субтитры сделал DimaTorzok